Всем привет! Меня зовут Казанцев Даня. Я работаю в Ситимобиле, в команде, которая занимается антифродом, а именно это борьба с мошенничеством. Ну, для начала вообще хочется понимать, как можно мошенничать и как можно заработать на агрегаторе такси, и зачем вообще нужна наша команда. Ну, как и все большие агрегаторы Uber, Яндекс, DD и другие, мы нуждаемся в базах как клиентской, так и водительской, поэтому наша компания дает нашим клиентам разные скидки. На первом слайде можно посмотреть, есть такие клиентские скидки, когда мы говорим клиенту, что поездка будет стоить дешевле, чем для остальных. И тут можно посмотреть, что поездка для данного клиента, для меня стоит 75 рублей, а для водителя она будет стоить 325. Разница 250 рублей за 10 минут поездки. Кажется, что если водитель возьмет 10 телефонов клиентов и 10 телефонов водителей, то он за эти 10 минут заработает 2500 рублей. Потом он еще раз делает эти заказы, будет так ездить и будет зарабатывать большие деньги. Кажется, что благо это ни сервису, ни людям не приносит, поэтому это достаточно бесполезно для нас. На данном слайде, конечно, показана корпоративная скидка, но в целом у нас были случаи, когда были скидки по 50%, водители ставили точки на МКАДе, делали большой круг, не приносили пользу, а получали деньги. Вторая механика скидок и мотиваций в минимальной зоне, что это такое? Это уже водительская мотивация. Как она работает? Мы, как умный сервис, знаем, что в некоторых местах будет высокий спрос. Например, мы знаем, что будет там футбольный матч или концерт, и после него много людей закажут такси и захотят уехать. И мы каждому водителю говорим, что за любой заказ в это время в этой зоне он получит какую-то гарантированную сумму, зная, что почти все будут ехать далеко, и там будет большой спрос, и мы не будем доплачивать в этих поездках. Но, конечно, если водитель возьмет, и ему попадется заказ, который на 100 метров на 100 рублей, то тогда Ситимобил из своих денег доплатит 350 рублей. Кажется, что эту мотивацию тоже можно легко запродить. Можно приехать в ее минимальную зону, там поставить себе точку А, вызвать себе себя же самого, поставить в 100 метрах точку Б, заплатить самому себе 69 рублей или сколько там минимально, там 100 рублей, и просто за 2 минуты получить 350 рублей чистых денег. Конечно, как и в первом случае, там не совсем чистые деньги будут. Надо еще помнить, что наш сервер берет некоторую комиссию, но она невероятно мала по сравнению с тем, что мы обещаем водителю заплатить. Третий слайд, это точнее третий скрин. Это другая механика, у нас их достаточно много, это doxgety. Сделай, сделай x поездок, получи y рублей. Тоже вот достаточно понятно и прозрачно можно обмануть компанию. Можно сделать там 10 поездок самому себе там на 200 метров, заплатить за них не очень много денег, в смысле заплатить комиссию. И после этого получить достаточно большую мотивацию. Естественно, для нас и для мира это невыгодно, и отдел антифрода пытается противостоять и запретить водителям продить наши скидки и наши мотивации. Для начала расскажу, как мы вообще работаем. У нас не очень большая команда. Она состоит из двух аналитиков, точнее трех аналитиков, slash data scientists, одного разработчика и одного продукт-оунера. Достаточно камерная команда, и мы работаем все вместе, слаженно, и почти все задачи решаем вместе. Просто каждый отвечает за свою часть того или иного проекта. Для начала мы пытаемся найти, какие дырки, то есть как бы нас запродить, и как бы мы сами пытались нажиться на сервисе Systemodule. Потом мы пытаемся сформулировать гипотезу, а как действительно ли мы правы, а как мы можем противостоять этому, а действительно ли такой фронт имеет место быть. Потом мы их анализируем, это делают в основном аналитики и принимают некоторые решения. После этого происходит реализация методологии, которой занимаются скорее разработчики, чем аналитики, хотя не всегда. После этого мы включаем, собственно, правила. Возможно, это эксперимент, то есть на некоторых водителей или клиентов или заказов мы раскатываем наши правила, на некоторых нет. Потом мы смотрим, улучшают это метрики бизнеса или нет. После этого происходит оценка результатов, и снова наш цикл начинается, мы снова должны искать дырки, потому что водители обучились на наши же правила, нашли какие-то новые лазейки. И вот по такому циклу мы всегда движемся. Кого, собственно, мы будем искать в рамках моего доклада и в рамках моего проекта? Мы будем искать хакерские фермы, то есть нет вообще никакого водителя, нет никакой машины, есть просто компьютер клиента, есть компьютер водителя, они эмулируют поездку друг с другом, то есть даже бензин не тратится, и просто в компьютере точки ездят по карте. Второе – это бот самозаказов, более нашей и нашего конкурента, когда водитель может самого себя заказать через такой телеграм-бот, ткнуть точку А, ткнуть точку Б и, собственно, получить мотивацию, которой ему не хватает. Ну и третье – это самозаказы, когда водитель просто там маму, папу, брата, друзей просит заказать себя же самого, потому что ему не хватает там одной поездки, чтобы добить Дуэкитвай. Как можно решать? Решать можно по-разному. Можно находить, например, какие-нибудь продаемкие метрики и аномалии в них. На данном слайде представим пример метрики, которую мы обнаружили, исследуя следующий фронный кейс. Водитель брал заказ и делал очень большой крюк почему-то, прежде чем доехать до точки Б. И мы увидели, что если посмотреть на метрику отношений или разности предсказанного нами времени поездки и реального, мы увидели сильную разницу и поняли, что если это разность или доля достаточно большая, то мы можем не выплачивать мотивации и не мотивировать водителей делать такие ровно поездки. Есть еще вероятностный подход. Это достаточно интересная штука. Мы видим, что какая-то проездка произошла за наличный расчет. Вообще наличный расчет, будем говорить, в Москве, да и вообще во всей России, это достаточно не очень вероятная вещь. Точно не помню, сколько у нас поездок за наличку, но будем считать, что меньше половины. Поэтому нам надо как-то оценить, насколько водитель опасный. Можно попробовать посмотреть на долю поездок за наличный расчет. Кажется, если она один, то это что-то уже плохое и нездоровое, чего не должно быть в нашем сервисе. Однако, если у водителя только одна или две поездки, то это абсолютно нормально. Просто не хватает выборки, и то, что одна поездка выпала за наличный расчет, это вполне предсказуемо. Поэтому давайте просто померим вероятность того, что у водителя какая-то доля поездок за наличный расчет из R поездок. Ну, все знают там вероятность распределения Бернули, что если у нас там какая-то величина имеет вероятность P, а дополнение имеет вероятность 1-P, то есть у нас там есть R событий, вероятность того, что ровно I будут за наличку, она вот это число сочетаний из R по I умножить на вероятность события за наличный расчет в степени I умножить на 1-P в степени R-I. Ну, достаточно понятная формула, я попытался ее объяснить. И, собственно, это тот случай, когда действительно какая-то теория из университета первого-второго курса действительно работает у нас и помогает нам находить мошенников. И часто люди задаются на собеседованиях, а зачем вот нам знать теорию вероятности, где вы это используете? Ну, вот, достаточно простая формула, можно использовать, работает. Пойдем дальше. Можно использовать комбинацию из метрик, так работает и у нас, и работает и в больших других солидных компаниях. Можно взять разные абсолютно метрики заказа водителя-клиента, сколько водителя работает в сервисе, сколько клиент ездит, сколько клиент тратит, сколько водитель зарабатывает, каково расстояние, было ли тип оплаты и прочие другие метрики, посмотреть их в большом пространстве и найти некоторые закономерности. О кластеризации достаточно неплохо объяснили ребята из Яндекса в своем докладе на ОДС. Они там применяют автоэнкодер и потом кластеризируют более маленькое пространство. У нас работает классификатор, достаточно хитрый, достаточно нетривиальная нейронная сеть такая с разными слоями активации. И вот, собственно, над этим я сейчас работаю. И надеюсь, что через какое-то время, через пару месяцев я на следующем этапе смогу рассказать, доволен ли это результат или нет. Но сегодня я буду рассказывать про графы и почему задача, мой метод решения, он лучше, чем и имеет превосходство над другими. Потому что на самом деле другие методы не учитывают, как агенты взаимодействовали до некоторой поездки. То есть он может учитывать какие-то характеристики агентов, но он не учитывает предыдущее взаимодействие. Кажется, что наша система описывается хорошо графом. На данной картинке изображен граф поезда какого-то там города, не помню. Зеленые точки — это клиенты, красные — это водители. Видно, что у красных много соседей, у зеленых обычно не очень. Но клиенты действительно делают сильно меньше поездок, чем водители. Стоит отметить, что многие люди хотят подумать, что это какой-то город, и координата точки на картинке зависит от координаты точки в городе. Это не так. Тут координаты подобраны так, чтобы просто картинка была достаточно интерпретируема. Но кто же тогда мошенник, а кого мы будем искать? Вот тут вот картинка некоторого города N, в некоторый период M, достаточно давно это было. Вот мы видим, что справа у нас такая большая компонента, кажется, это что-то нормальное, то есть все водители ездят там с разными клиентами, а слева какой-то отдельный граф, где там трое или четверо или пятеро водителей, и они ездят там только с друг с другом. В смысле их клиенты ездят только с друг с другом. Кажется, что это вот как раз фродный кластер, и нам стоит его выделить и запретить людям фродить на наших мотивациях. Ну, соответственно, задача разбивается на две. Первая — это как разрезать граф, а вторая — это как понять, вот мы разрезали, и данная компонента, она плохая или хорошая, и надо ли туда применять санкции, и не надо. Мы пробовали разные методы разрезания, но первое — это просто посмотреть на компоненты связанности, он уже дает некоторый результат, и некоторые водители ездят только там со своими клиентами. Второй метод — это разрядить графы, попробовать взять там только те связи между клиентом и водителем, если было там две поездки, или только если была мотивация какая-нибудь, или еще прочее, или если мы не заработали, а наоборот потеряли деньги на данной связи. Мы по-разному пробовали. Третий метод — это пробовали алгоритмы кластеризации на граф Каминс и Лейбр Попагейшн. Каминс работал достаточно плохо, потому что он разрезает на К компоненты, непонятно какой К, то есть у нас может быть, что одна нормальная, может быть, одна нормальная, одна фуродная. Достаточно плохо работало, а вот алгоритм кластеризации Лавен достаточно хорошо работает. У него были явные плюсы. Он работает на взвешенных графах, то есть мы можем в граф подсовывать абсолютно разные метрики, можем подсовывать там количество денег в данной поездке или там в данной связи, можем подсовывать туда частотность, можем подсовывать там расстояние от клиента до водителя и другие метрики. Он достаточно быстро работает по сравнению с другими алгоритмами, и он выдает разное количество компонентов. Он может выдать одну компонент, а может выдать несколько. Вот тут пример, как он работает. К сожалению, тут плохо видно, надо бы приблизить. В большой компоненте почти у всех точек лейблы нолики, а в маленькой у всех лейблы один. Если там приглядеться, то это видно. Не видно, да? Вот вроде не получается. Ну ладно. В общем, достаточно неплохо разрезают. И теперь вопрос, собственно, в том, что необходимо понять, почему тут не работали бы другие алгоритмы. Например, очевидно, что левая верхняя компонента, она связана с правой вот этой большой, и просто разрезать на компоненты не помогает. Но также водители умные, они, во-первых, сами сделали какие-то достаточно дорогие поездки с нормальными клиентами с большого кластера, а во-вторых, своих фродных клиентов, может быть, это там реальные люди, они тоже ездили на нашем такси, ездили с реальными водителями. Поэтому предыдущие методы не работают, алгоритм пастеризации LaVen работает достаточно неплохо. Но теперь вопрос, как понять вот по компонентам, насколько она опасна для бизнеса. Вот кажется, большая была не опасна, а маленькая была опасна. Для этого мы придумали, как их померить, разные метрики. Первая метрика, которую мы вообще придумали, это там количество денег в этой компоненте. Вторая – это там количество поездок. Ну, кажется, это все были метрики, которые никак не связаны с графом, и они были не очень репрезентативны в некотором плане. Поэтому мы придумали некоторую свою метрику, которая является замкнутостью. Давайте я покажу формулу на следующем слайде, а потом мы вернемся в предыдущий слайд. Достаточно простая идея, которую я услышал на курсе по теории графов в университете. Если у нас есть некоторый граф, там были эспандеры, но можно перенести теорию на нашу задачу. И есть такая штука, которая называется коэффициент реберного расширения множества S. То есть, допустим, у нас есть какое-то подмножество в нашем графе. И вот вопрос, насколько много из него ребер торчат, и по отношению к тому, насколько много ребер в нем. То есть, сверху написано ребра из S в дополнение к S, то есть, это ребра, у которых одна вершина в нашем множестве, а другая нет. А внизу написаны все ребра, у которых хотя бы одна вершина в S. То есть, это и ребра, которые полностью в нашем множестве, и ребра, которые выходят из него. Мы немного поменяли эту формулу. Во-первых, мы сделали ее не количественной, а чтобы можно было туда засовывать ребра взвешенные. То есть мы взяли некоторую функцию V от E, это, собственно, вес и наша метрика, нашей связи. А во-вторых, мы взяли дополнение, то есть один минус реберное расширение. Собственно, сверху написана вся сумма, то есть количество ребер внутри нашей компоненты, а снизу написано количество ребер, которые либо внутри, либо выходят из нашей компоненты. Ну давайте подумаем, кто действительно для нас кажется фродным. Для нас кажутся те графы фродные, у которых все ребра почти внутри нее, то есть у которых связанность равна 1. А не фродные — это наоборот, из которых ребра выходят. Давайте вернемся на предыдущий слайд и попробуем посчитать наши коэффициенты замкнутости. Ну вот коэффициент замкнутости синие компоненты равен действительно 21-22, потому что ребер между синими точками — их 21, а всего ребер, у которых хотя бы одна от першины синяя, их 22. С рыжей — то же самое. В чем плохая эта метрика на самом деле? В том, что если у нас есть большой хороший граф, где там нет ни одной фронтной компоненты, то из нее не торчит никаких ребер, и тогда получается, что у нее замкнутость равна 1. И кажется, что наш классификатор работает не очень хорошо. Ну а теперь предлагается посмотреть на некоторую трехмерную картинку, где по одной оси будет количество водителей, вот слева, там драйверс написано, по другой оси будет наша замкнутость, а по третьей, то есть цвет, это будет количество таких наблюдаемых кластеров. И кажется, видно, что достаточно много кластеров, где там связанность 0 и водителей там мало, то есть водитель один. Еще есть там, видно, есть некоторый градиент, в смысле есть некоторый максимум локальный, тут около точки 0,2. Это значит, что там маленькие компоненты, то есть там водителей достаточно мало, но при этом у них связанность маленькая. Но теперь хочется посмотреть на точку, где водителей мало, то есть мы ожидаем, что кооперироваться может немного водителей, а связанность у них большая. Кажется, что это точка в правом нижнем углу, и там действительно мы замечаем некоторый пик, некоторый рост в таких кластерах. Кажется, это ровно те, кого мы ищем. Как применять вообще санкции? Мы ни у кого не забираем деньги, то есть если водитель заработал какие-то свои деньги, мы у него не можем их откатить. Но мы можем не выплачивать водителю дополнительные мотивации, то, что мы там скидки, то, что мы ему обещали и так далее. Если водитель работает качественно, то у него этих мотиваций немного, и мы у него ничего не отберем, даже если мы решили, что он фродит. Теперь какая вообще у нас цель? У нас цель поймать как можно больше водителей или как можно больше заказов в денежном плане и в плане количества заказов, при этом не потеряв точности. То есть, наверное, не очень, если сервис берет и откатывает деньги у невинных людей. Эти невинные люди приходят в поддержку и просят им вернуть их средства. Мы это все мониторим. Для начала мы выставили достаточно лайтовые пороги, и мы видим, что снизу график денежный, сверху по количеству заказов. Мы видим, что он имеет нисходящий тренд, то есть если мы банили некоторые кластера, то мы видим, что они все меньше и меньше начинали попадаться под наши правила. Потом в середине, между сентябрем и октябрем, мы подкрутили порог, стали ловить больше. В середине октября тоже подкрутили порог и поняли, что дальше подкручивать порог не имеет смысла. При этом мы смотрели обращение в поддержку и видели, что мы почти не ошибаемся. Теперь как вообще можно обмануть это правило? Мы все-таки хотим зарабатывать, мошенники все-таки хотят зарабатывать деньги. Но кажется, что кластеризация работает ночью, она предсказывает какие-то связи. И если мы сделаем какого-то нового клиента, у которого нет истории, то кластеризация просто не знает ничего про него, поэтому связь нового клиента с каким-то водителем будет не так опасна для сервиса. И мы скажем, что это не фрод скорее. Давайте посмотрим распределение времени жизни у клиентов в кластерах. Кажется, что очень много клиентов, у которых там lifetime 0 или 1 день. То есть они действительно прям сделали 1-2 поездки и после этого они не делали поездки в сервисе больше. Ну, теперь возникает вопрос, а как, собственно, побороть этот случай? И кажется, что у нас нет по ним никакой истории. И тут мы решаем сделать следующую механику. Мы говорим, что если водитель из опасного кластера, то есть он достаточно привлекательный с точки зрения правил на кластера, мы говорим, если у него новый клиент, то мы не будем доплачивать в этом случае деньги. Давайте посмотрим на распределение распределение средней жизни клиентов в опасных кластерах. Кажется, что до запуска правил там действительно было много клиентов, а после их стало мало. Но на самом деле мы-то свои правила применяли на водителей, то есть клиенты о них вообще ничего не знали. А тут оказывается, что все клиенты, они перетекли, и там теперь не так много новых клиентов, которые ездят в кластерах. Кажется, что мы действительно смогли починить эту дырку. Собственно, на этом, наверное, мой рассказ закончен. Надеюсь, было интересно. Данила, огромное тебе большое спасибо за рассказ. Естественно, что у нас есть вопросы в комментариях, поэтому я тебе сейчас их несколько задам. Давай. Смотри, пользователи интересуются, то есть вот что делать в случае, то есть как водитель сам делает вызов такси, как он может быть уверен в том, что заказ будет начислен именно ему в данном случае? То есть ему же надо как-то самого себя на себя закольцевать в этом случае? То есть как у него это получается? Я понимаю, это действительно хороший вопрос, как у него это получается. Есть разные методики, можно заказать, если попался не ты, отменить. Ну, наверное, это не очень хорошо, если я буду учить водителей, собственно, нас обманывать. Ну, можно сделать так, чтобы заказ упал именно на тебя. При этом для этого нужно что-то сделать, да. Понятно. В общем, водители, на самом деле, так сказать, I know you feel, потому что мне кажется, что как и все компании, где так или иначе есть клиенты, борются с мошенничествами. Мы как Авито, вы как Ситимобил. Думаю, наши коллеги Стиньков нас тоже поддержат. Всегда фродеры, большая боль. Наших компаний приходится с ними бороться. На самом деле здесь был даже, я не знаю, как это, вопрос или консультация от ребят из подкаста «Аналитика и любовь». Они пишут, что кажется, что марковская кластеризация была бы более уместной в данном случае. Может быть, ты расскажешь, может быть, вы ее использовали или были какие-то намеки, или, может быть, наоборот, воспользуешься этим советом и скажешь, что вы… Я думаю, что стоит воспользоваться советом, посмотреть. Мы реально… Я не проверял, работает ли марковская кластеризация. Я пробовал достаточно много алгоритмов из них, которые достаточно известны. Кругу ДС, Сайкет Лерн, я их ввел на слайд. Вот лучше всего работал лавейн-классный алгоритм. Да, я видел, что там в комментариях, если ты придешь и напишешь, как он точно называется, и даже ссылка на него, наверное, будет пользователем интересно, потому что они оставляли лавейн, непонятно, как это на русский писать, поэтому, в общем, приди обязательно в комментарии, ответь нашим зрителям. Да, я, наверное, скину ссылку, это не проблема. Да, вот, еще есть вопрос такой. А были ли какие-то другие решения до графов? Ну, я уже упоминал, как можно решать вообще задачу поиска Фродо, и, конечно, были, были разные правила, нахождение разных метрик, вероятностный подход, я рассказал, достаточно интересный и красивый, не очень сложный, учитывая, что там школьник, который сдаёт ЕГЭ, может его понять, что если там какое-то событие происходит с маленькой вероятностью, то кажется, это, собственно, мошенничество. Поэтому, да, были, но теория графа помогает нам понять, какие связи были, непосредственно зная наш маркетплейс и то, кто с кем ездит, использовать историю нашей структуры. Да, тут еще возвращается с комментариями, что на 24-м слайде непонятно, что красное, что зеленое, если ты мог бы вернуться и ответить на вопросы наших зрителей, было бы круто. Да, в общем, ты показал график, я так понял, что здесь не до конца было понятно, что здесь есть. Да. Если дашь немножко контекста, было бы круто. Да, ну, сверху это, к сожалению, да, большая проблема, что вообще все, что связано с антифродом, очень тяжело вынуть из людей, вот. Ну, сверху это, собственно, количество денег, насколько я помню, снизу это количество заказов, а красненькая это, там, доля, собственно, наших волосов, она, правда, не очень маленькая, мне было не стыдно ее вывести, но мы... Это было, где вы ошибочно признавали не фродера фродерами. Да, причем, более того, это достаточно сложный процесс, как мы делаем валидацию самих себя, у нас есть целый отдел, который занимается типа разметкой заказов и проверяет обращение, вот. И он дает, скажем так, это оценка сверху, и там процент действительно не стыдный, но, к сожалению, не смогов показать. Да, не страшно, я все понимаю. Продолжим по вопросам. А как дальше можно развивать графы? То есть вы сейчас пришли к какому-то решению, то есть какие ваши дальнейшие шаги, то есть как вы их будете вообще улучшать, может быть, какие-то другие алгоритмы? Во-первых, можно попробовать другие алгоритмы, во-вторых, что кажется более привлекательным для меня, я рассказал, что граф кластеризации лавейн очень хорош тем, что туда можно засовывать разные метрики и не только количество поездок, и можно попробовать туда позасовывать другие метрики, которые связаны с фродом, и получить какие-то другие разрезания. Также можно немного переделать разметку самих кластеров и понять, может быть, понять какие-то кластера, где мы ошибались, и что-то там поменять. Но я думаю, что первое, что надо сделать, это добавить разные кластеризации по разным другим метрикам. Понятно, то есть еще фичи погенерить, чтобы туда добавить дополнительные фичи. Да, хорошо. Ты тут как раз возвращаясь, ты спрашиваешь то, что ты говорил про вероятность на мета, можешь, пожалуйста, кратко рассказать о его эффективности? То есть, насколько он вообще был эффективен, когда вы решали проблему при помощи него? Сейчас я найду слайд. Да, давай, конечно. Мне кажется, это было где-то в самом начале. Ну, как сказать, вот у нас есть некоторое событие. Мы говорим, что оно произошло с очень маленькой вероятностью. То есть, мы делаем некоторый алерт на какое-то конкретное событие, которое невероятно. Кажется, что если у нас алерт достаточно маленький, порог достаточно маленький, то у нас и попадается под это событие мало людей, и мы можем их отсмотреть руками. И на таком подходе у нас работает достаточно много правил. Кажется, что это действительно правильный подход с точки зрения математики, и мы можем сами себя легко проверить. То есть, я правильно понимаю, что вы его используете для самых краевых случаев, где у вас там вот вероятность еще крайне мала, и этих людей вы прям вручную отсматриваете? Во-первых, да, а во-вторых, он хорош для категориальных фичей. То есть, если у нас есть какое-то время, у нас есть какое-то распиление, можно разрезать, сказать, что вот это квантиль, мы все говорим, что они фродеры. С категориальной фичой так не получается, к сожалению. И приходит на помощь в такой метод, который заменяет в некотором плане долю. Доля – это плохая метрика, потому что, я вот говорил, если у нас мощность маленькая и мало наблюдений, то доля плохо работает, она не точна. Да, хорошо, давай продолжим. Как вы считаете, нет ли проблем с самой неэффективной мотивацией водителя, если далее требуется разоблачать водителя за получение этой мотивации? То есть, вот, типа, нет ли у вас вопроса к вашему продукту мотивации? То есть, действительно, как бы, типа, фродить начинают на нем? Вот, нет, как бы, может быть, вы, как бы, ищете тех, кто фродит, а может быть, стоит улучшить саму модель мотивации, чтобы на ней не фродили? Это действительно хороший такой трейд-офф, действительно хороший вопрос. Говорят, что правила созданы для того, чтобы их нарушать вообще, поэтому это абсолютно нормально, что водители хотят как-то улучшить свою позицию. Кажется, что пока никто не придумал лучших механик, и кажется, что если мы говорим о мошенниках, которые в кластерах, то это люди, которые не хотят принести вообще никакого блага, поэтому тут совершенно точно любая мотивация, которую они будут использовать, она не рассчитана на них. То есть, кажется, что в любом случае мы должны их ловить. Понятно. Но я так думаю, что у вас все равно методы мотивации для сотрудников, то есть для водителя, они тоже как-то не стоят на месте и прогрессируют. Да, это 100%. У нас много команд, которые занимаются именно методиками и техниками мотивации. У них достаточно интересные задачи. Мне кажется, было прикольно позаниматься этим. Как-то так. Да, хорошо. Тут как раз, мне кажется, что твой сегодня весь доклад был про это. Тут вот вопрос еще есть. А как вычисляются аккаунты однодневки или левых пользователей и так далее? Мне кажется, что сегодня ты как раз про это и рассказывал. Я рассказывал про lifetime, что вот если у клиента не было, например, никаких поездок, то, видимо, это новый клиент для нас. То есть, если мы говорим про последние слайды, а так, ну, можно посмотреть, когда он зарегистрировался. Это не проблема вообще. Да, и тут вот я, в общем, понял, что, ну, мы сегодня рассматривали фрод с точки зрения водителей, но вот тут вот вопросы, как компания борется с неплательщиками. То есть, как я понимаю, фрод может быть не только со стороны водителей, но со стороны клиентов. Может быть, у вас тоже есть какая-то деятельность, которая кластеризует наших пользователей? На пользователей, ну, кластеризация – это про водителей, про сообщество. Тут, на самом деле, не только про водителей, в смысле, тут и клиенты, насколько вы поняли. В кластерах есть и водители, и связь, мы говорим, что связь фродная, если и клиенты, и водители в одном кластере. Вот. А если мы говорим про клиентов, которые используют, там, берут новые, делают новые аккаунты, используют скидки или, там, не платят, то, наверное, есть разные методы, во-первых, заставить их платить, то есть, использовать платеж с помощью карты, тогда происходит халгирование. Если у клиента недостаточно средств, то мы не даем ему заказать такси. Вот. Я думаю, что ответ на вопрос такой, что некоторых клиентов мы действительно заставляем и принуждаем платить картами, потому что мы им не доверяем. Понятно. Хорошо. Так, Данил, большое тебе спасибо за доклад. На самом деле, вопросы закончились. Если что, обязательно приходите. Я думаю, Данил придет с удовольствием ответить в кулуарах на все оставшиеся вопросы.